Геннайден Геннайден Ашкима буду кормить И запишу Такой скромненький Скромненький Завтрочек у моего мужа Вот эти зеленые помидорчики Такого цвета Сделай яички Хады, хады Иди, иди Я сейчас буду чихать, потому что Перцем посыплю, извиняюсь Как он смеется Не гюлёрсун Не гюлёрсун Апчхи бени Афет осу Добро пожаловать на мой канал И не забудьте подписаться Апчхи, апчхи А я такая заводная хулиганка Сейчас надо пойти Глазки накрасить, не так ли? Волосы две вам стоят Глазки накрасить, чтобы быть красивой И не отходя от кассы Буду Экспериментировать Не отходя от кассы Постель ещё не застелила Буду делать свои хвостики Вы помните, у меня были хвостики? Сейчас буду удивлять Ашкыма Кровать не застелена А я удивляю Ашкыма Дурочка с переулочка Дурочка с переулочка Ой, девочки, мальчики Иногда хочется подурачиться Волосики отрастают мои Как раз не будет мешать Во время макияжа Ну вот, скажите Девочка с перепевочкой Так, сейчас будем красить Сегодня я не буду пользоваться контуром У меня такой карандаш есть Классный Я не знаю, какой фирмы Инфолайб А, Лориал, кажется Вот такой карандаш Просто им стрелочки сделаю Чтобы бровки получипывалось Сегодня на балкончике Надо идти маникюр делать Надо созвониться С моей девочкой А то она скоро уезжать собиралась Ее сказала Ты мне перед отъездом, пожалуйста Накрась Перекрась До твоего приезда Чтоб хватило Да Но я сейчас хочу Такой нудовый Выбрать Чтобы он Не сильно Видно было Когда отрастет Не так ли, девочки Мальчики Вот так вот Глазочки накрасила Сегодня у меня нет В планах Никуда выходить У меня сейчас Активная работа Думаю Может сегодня Приготовить что-то такое Спечь Сладенькое Что-то хочется Уже по вечерам Да Кто-то сказал Что я поправилась Да я не пойму сама Вроде бы я не поправилась Если честно У меня такое ощущение Что Ну я в принципе Ем По чуть-чуть Вот сейчас бутерброд съела С колбаской С огурчиком Кофе Ну Может потом Фрукту какую-то захочу А вечером Ну тут у нас супчик Есть вчерашний И вот Пера Сашка Он же вчера Кушал у заловки Кушал у меня Я Еще даже не читала Лед Лед А у нас так дождь не пошел Погода замечательная Но стиркой сегодня не буду заниматься Есть очень главные дела Надо успеть У нас такой заканчивается промоушен И все решили стать партнерами моими Зайти во время промоушена И выгодно купить Приобрести ценные бумаги Так что друзья мои Пошла я работать Сейчас сниму свои хвостики Сниму свои хвостики Вот мне дадут нормальную румяну У меня есть такая румяна Вот Мебелин Но она розовенькая Иногда не под все подходит И знаете что я делаю придумала Вот у меня есть такая вот Палетка Очень красивые тона Я иногда отсюда крошу Беру вот допустим отсюда И давай Тур-тур-тур Тур-тур-тур И все Вот совсем другой вид Не так ли? Вот так вот мои хорошие Вот такая бледненькая Так вот все Пошла я показывать Сашку ему Его реакцию Хотя он уже привык к моим бледненьким Постель надо хоть застелить И надо хотя бы сережки одеть А то что-то не то Сережки мои Это моя скатулочка Мои друзья Я так ее ценю Такая классная Тут мои сокровища Золото и бриллианты Это маленькие сережки Сразу другой вид Вот так вот Закрою шкатулочку Вожу ее в сторону И пойду заниматься своими делами Мои дорогие друзья, вот сейчас сижу возле компьютера, читаю комментарии И хотела бы с вами поговорить, ответить вам вживую на чем писать тут петиции такие Вот одна подписчица меня спросила Светлана, если можно, просветите тему алиментов на жену Очень интересно, мужчина платит до тех пор, пока он работает Или если вышел на пенсию, то уже как-то меняется размер выплат Или в принципе может отменяют Насчет алиментов, что могу сказать, что при разводе бывает очень много разных ситуаций Когда муж с женой обоюдно решают, как они будут делить все имущество, как будут платить алименты Но мой муж был инициатором в их разводе, он хотел, бежал быстрее от нее И соглашался на все, что она говорила, и сделал, конечно, много ошибок Ну, во-первых, хочу вернуться еще к тому, что когда у них прошел развод Она 7 лет подавала в вышестоящие станции И 7 лет длился процесс деления недвижимости И вот поэтому мы вернулись в Мерсин, потому что уже главный суд завершился И все, квартиру, какую-то часть нужно было выплатить деньги Почему это происходит? Потому что она при разводе сказала, что я тебя оставлю без трусов И все, квартиру заберу и эту тоже Вот так вот Ну, естественно, можно тоже понять, обиженная женщина, обозленная Муж ушел от нее И вот такая ситуация произошла Но не будем тормошить прошлое, так как было, так и было И муж в тот момент начал платить ей алименты, согласился Выплачивал какие-то штрафы Там я не понимаю, что это сейчас, это мне неинтересно Но вот он и выплатил очень большую сумму денег Она купила квартиру Потом еще, потом еще, потом еще Но вот как я знаю, насколько я информирована Но я не была тогда И не знаю, как это все произошло Все, что вот, все со слов мужа и со слов родственников То есть моей заловки Так спрашивала и Анемчика Я секретничала на эту тему Вернее, мама точнее начала говорить И все рассказала мне А насчет алиментов Значит, такая ситуация Я очень некомпетентна в этой области Но что, какой владе информации, обязательно с вами поделюсь При разводе муж обязан платить Детям до 18 лет До полного их совершеннолетия А также, если ребенок поступил в высшее заведение То он оплачивает до тех пор Пока он не закончит высшее заведение Следующий момент Что касается бывших жен Если она не выходит замуж То он обязан ей платить до конца ее жизни Вот такие вот хорошие законы Да, я мужа иногда пугаю Я тоже на тебя подам элементы Ну, конечно, шутка Но в каждой шутке есть доля правды Вот такая вот ситуация И поэтому, так как у них дочь не поступила высшая Он прекратил ее оплачивать до 18 лет Сыну сейчас, наверное, 16,5 Где-то скоро будет 17 Даже больше 17 будет скоро зимой В январе месяце, насколько я помню Потому что я, когда вышла замуж Выписала все дни рождения его детей Его родственников Потому что я хотела их помирить Хотела, чтобы познакомиться с детьми Чтобы они общались Поздравлять их с днем рождения Дарить подарки Поэтому я знаю, что двое детей У него в январе месяце рождены Да, сейчас уже не помню даты точно Но у меня все записано Но, увы, такая ситуация Что они не хотят общаться Даже дети, когда видят Напротив идущего отца Они сразу к телефону отворачиваются Была такая ситуация год назад Здесь у нас мост есть, вы же знаете И мой муж шел в магазин за хлебом Дочка напротив его прямо направлялась У нее здесь друзья в нашем сите И они часто приходят сюда Дети, жена его, знакомым друзьям И вот, когда он так обрадовался Увидел свою дочь Но она взяла телефон, отвернулась И вот так прошли Он пришел домой Мне ничего не сказал Но я смотрю, что-то он расстроенный Потом он несколько, ну аж слезы в глазах Такая ситуация И вот в этот вечер он такой был Вообще расстроенный Но я ничего не могу сделать Я иногда хотела что-то делать Мне сказали, сиди, не рыпайся Ну сами они разберутся Все равно я потом буду плохая И я решила так уже Когда, ну всегда я уговариваю его И когда он нервничает И иногда бывают такие моменты Что он очень нервничает Когда про детей там показывают фильмы какие-то Или что Я говорю, подожди, придет время Твоя дочка и сын придут к тебе и скажут Папочка, извини нас Ну не понимали они дети Всегда стараюсь как-то их так Его успокоить И дать ему надежду Что ты очень хороший отец Он очень хороший отец Просто такие обстоятельства получили Что Ну маму они больше слушают Всем бог свидетель Не буду я вмешиваться в эту тему И все Так, еще я посмотрю сейчас вопросики Может я и Да пожалуйста Хотя бы опишите свой случай Через сколько лет она снова в суд подала И что за сумма с марты Если не было суда А, она знаете что Она подала в марте в суд И его же вызывали Он какие-то свои финансовые документы Предоставил все И сказали Следующий суд будет в октябре Мы поставим вердикт Она вот Пять раз хочет поднять Алименты Вот все было написано Мы будем это рассматривать И вот Поэтому в октябре Окончательно вердикт вынесли И вот такая вот ситуация И в два раза только подняли Ой, сейчас чихать буду, друзья мои Ой, доступ Не знаю, такая чихучая Чихливая Так, а ну-ка посмотрим Еще может есть какие-то вопросики Посещайте этот магазин И снимайте на видео не один раз В течение полугода Что посторонне Знаете что, я бы тоже пошла к ним Снимать в этот магазин Но Кто меня туда пустит И она сейчас будет осторожна очень Но мы обязательно встретимся с адвокатом И поговорим, как это будет лучше А она на этот момент На этот момент Просто уж не работала И дочка Была там только работала И все Еще посмотрю сейчас Вы пишете Тут надо было бы сделать много фотографий Фотографии он сам не делал Это наказуемо законом Если я сейчас буду ходить и фотографировать Наказуемо Он эту фотографию В фейсбуке Видел И быстро скопировал А если мы будем ходить и преследовать Нас могут наказать И посадить еще за это Так что мы с этим не сталкиваемся Мы наймем адвоката И пускай он сам занимается этим делом А вот еще один вопрос Так, бывшая жена Что работает неофициально Странные законы Да, бывшая жена Работает неофициально Она предъявила Что она помогает Только своему брату Ну все А это у них бизнес Но она получает зарплату Ну я не буду уже Опять к этой теме возвращаться Жизнь продолжается От того, что произошло Наша любовь Наши отношения Не похолодели Не охладели Так что, друзья мои Все это мелочи жизни Главное Мы здоровы И счастливы Есть деньги Нет денег у нас Будут деньги Вот такой вот у меня Вердикт Все Еще я бы хотела Вас попросить Кое о чем Сейчас прочитала Очередной Комментарий У вас скоро будет 10 тысяч подписчиков Осталось где-то 80 Осталось где-то 90 подписчиков Пожалуйста Помогите мне Это набрать Предложите Мой канал Вашим близким Знакомым Что подписались И у меня будет 10 тысяч подписчиков Только с вашей помощью Никогда не просила Об этом Но сейчас прошу Пожалуйста Помогите мне Мои хорошие Все таки я решила Спечь У меня тоже есть рецепт Шипшак татлы Сейчас чуть-чуть осталось А совсем Так поменяю я Вот такая хозяйка А ужин у меня был Готовый Я только его Разогалерела Все Знаю что это мы не поедим Но уже Праса это Лук-порей Обед И вот Такой вот Чорба у нас Сашкембер Сделала такой салатик И туда капусточку Все что было Все И слив Компотик Сидим на балкончике Тепло у нас Ашкем Ашкем пошел Луки мыть Ну все мои хорошие Приятного аппетита Тоже так убралась Люблю когда убраться Так более-менее И потом садиться И здесь я вытащила В миску Буду делать тесто На хачапури У нас был айран Йогурт Но нельзя его есть И Тесто я приготовлю А здесь вот соус С чеснока И уксуса Надо сверху полить Все Всего приятного Нам аппетита Друзья мои Вот наши Шипшак мой готов Видите Я так небрежно Сегодня ложечкой Сейчас я вылю На него Сиропчик Оно увеличится В размере Пропитается Тогда его можно будет кушать Когда остынет Покажу Результат Сколько ты берешь Качтаны Афетус Север Вот так вот Они видите Разбухли Надо попробовать Их на вкус Кушайте Шимшак Вместе с Светланой Вот так проходит У нас Вечер Вечернее время Я на одном диване Ашкин на другом Ашкин смотрит Нейфликс А я Отдыхаю И монтирую Для вас Видео Следующее Всем пока Пока Ставьте лайки Пишите комментарии Делитесь Моими Моими Видео С вашими Друзьями Пускай они тоже Подписываются На мой канал С нами Очень интересно Пока Пока Всем спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok